Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Сегодня я решил продолжить серию видео. Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже? И раскрыть еще некоторые особенности русской бани? А именно, рассказать вам про не самые детские сказки для детей и взрослых о бане. А именно, напомнить о том, что есть перечень показаний к бане. И ваше желание понятно избавиться от некоторых заболеваний, правильно проводя банно-оздоровительные процедуры, вы этот результат получаете. Но есть еще и перечень противопоказаний к бане, игнорируя которые можно и здоровье свое нарушить, а возможно и сократить продолжительность жизни. Вы же такой результат не хотите получить? Хотя некоторые перечень противопоказаний игнорируют. Но я бы сказал, сегодня я расскажу вам не об этом. Это вы можете спокойно посмотреть в интернете. и проверить свою степень готовности к посещению любого банно-оздоровительного комплекса. Я хочу вам напомнить о некоторых особенностях, которые нужно учитывать непосредственно перед баней. И когда я принимаю экзамен у потенциальных банщиков, я всегда об этом им говорю. И советую каждый раз проверять своих клиентов на наличие тех или иных особенностей. А именно курение не относится к противопоказаниям бане. Нет в перечне противопоказаний этой вредной привычки. Но если вы закурили сигарету за час до бани, то к бане вы готовы. А вот если вы решили напоследок курить прямо перед баней, то на ближайший час у вас жестко увеличивается вязкость крови. А в бане вязкость крови будет увеличена в еще большей мере. Каждое парение так или иначе увеличивает вязкость крови и нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Напомню, что у тех, кто курит, риск инфаркта или инсульта увеличивается в 3-4 раза. Если вы еще экстремально относитесь к своему здоровью, риск увеличивается в большей мере. Поэтому если вы курите — это ваш выбор. Но за час до бани вы выкурили последнюю сигарету, ваш нездоровый образ жизни закончился, а начинается элемент здорового образа жизни — в бане вы получаете определенные процедуры и улучшаете свое здоровье с минимальным риском. Не скажу, что баня — это отсутствие риска. Все-таки, если вы посмотрите статистику, две трети смертей в развитых странах — это заболевание сердечно-сосудистой системы. Все без исключения, попадающие в парную, у вас увеличивается частота сокращения сердца, показывающая то, что ваше сердце работает в более напряженном ритме, чем это было до бани. А соответственно, больше нагрузка, чем выше скорость движения по дорогам, тем выше вероятность аварии и негативные последствия этой аварии. Это, наверное, понятно и ребенку. В бане у вас скорость движения выше, контролирует вас. Правила дорожного движения определяет в бане опытный банщик. И, контролируя ваше здоровье, применяет к вам те или иные оздоровительные процедуры как по интенсивности, так и по продолжительности. Еще одна вредная привычка, которую нужно бросить за сутки до бани — это употребление алкогольных напитков. Так или иначе, в небольшом количестве алкоголь он вязкость крови снижает. Но в союзе с банными процедурами вязкость крови будет однозначно увеличиваться. И степень риска для вашего здоровья и для вашей жизни в такой же мере. Поэтому национальные традиции русской бани — когда на следующий день после застолья, где было много выпито спиртного, идут в баню очищаться — это очень плохая привычка, которая может плохо закончиться. Еще одна особенность вашего здоровья — ее нужно учитывать — идти в баню. Это посмотреть в зеркало. Определиться, есть ли у вас темные круги под глазами, либо нет. Темные круги под глазами показывают, что кровь у вас более густая. Капилляры когда находятся тоненькими, то есть в них нет густой крови. Они находятся друг от друга достаточно далеко. И вы темных кругов не видите. Чем выше вязкость крови, тем шире растягиваются сосудики. И вы видите сплошную сетку из сосудов, заполненных кровью. А кровь при этом движется медленно. И темные круги под глазами появились. Если банщик видит такого клиента, я обычно на экзамене говорю, «Ребята, парьте аккуратно! И больше отдых, чем нагрузка!» Температуру, если вы можете регулировать в бане, в парной — регулируйте! Время — регулируйте! Нахождение в парной — меньше! Отдых между парной и другие процедуры — больше! В этом случае риск снижается! Вы получаете здоровье! Но я бы советовал вам заняться своим организмом и определить, какие причины привели к тому, что появились темные круги под глазами. Потому как и в бане вы рискуете! И если вы решили заняться спортом, решили пробежаться, у вас риск увеличивается! В любом случае, когда более интенсивно начинает работать сердечная мышца на фоне темных кругов под глазами, она быстрее изнашивается! И, соответственно, раньше проявляются заболевания сердечно-сосудистой системы, не самые простые для вашего здоровья и для вашей жизни! Еще один очень важный момент — уровень артериального давления! Нормальные цифры артериального давления находятся в диапазоне от 110 на 70 до 140 на 90! Если в этих пределах цифры потенциального клиента, либо если вы сами идете париться — прекрасно! Если цифры выше — баня не противопоказана! Если давление не превышает где-то 160-170! Такая пограничная зона еще может быть! Но! Конечно же! Расширенные сосуды подкожные давление снизят — давление вернется к норме! Но здесь нужно учитывать еще один показатель — частоту сокращения сердца! Она не должна быть выше 80 ударов в минуту! В этом случае у вас есть резерв! Да! Вы принимаете банные процедуры с пользой для вашего здоровья! Несколько хуже, если цифры меньше чем 110 на 70! Это говорит о том, что ваше сердце не способно полноценно обеспечить кровообращение! Но почему-то уже работает в экономном режиме! И дать нагрузку! То ли тренажерный зал, то ли баня, то ли иным способом вы решили потрудиться на приусадебном участке — здесь возможны разные варианты! Нужно помочь сердцу устранить ту причину, которая мешает ему работать в оптимальном режиме! А потом давать уже нагрузки! Особенно плохо, если пульсовое давление — то есть разница между верхним и нижним — составляет меньше чем 40 мм тупного столба! Иными словами, ваше сердце очень напряженно работает в экономном режиме! Это я не ошибся! Реально! Режим экономный! Потому что мешает сердцу какая-то причина интенсивно работать! Достаточно интенсивно! И вот здесь нужно эти моменты правильно контролировать, чтобы в бане не пострадать! Но это достаточно условные вещи! Их можно отрегулировать! Значительно сложнее, если у вас холодные стопы или холодные кисти! Ну, я банщикам обычно говорю! Пришли к вам клиенты! Поздоровайтесь за ручку! Проверьте, есть холодные кисти или нет! Если холодные кисти — это говорит о том, что сердце не просто работает в напряженном режиме! Оно не может обеспечить кровообращение во всем организме! Поэтому идет централизация кровообращения! Когда кровь не может как теплоноситель попасть на периферию и отдать тут тепло! Поэтому-то и стопы холодные и кисти холодные! Здесь есть шунты в районе запястья, в районе голеностопных суставов! Кровь уходит, теплоноситель ушел, кисти холодные! С точки зрения классической медицины — это централизация кровообращения! А в бане тоже сердце с теми же возможностями должно обеспечить интенсивную доставку крови к самому большому органу — коже! Для того, чтобы кожа могла выделять из кровеносной системы воду через потовые железы в попытке охлаждения организма! А на самом деле вы решаете очень важную задачу — очищение крови и очищение организма в целом! Такие видео есть про особенности бани! Вы их, наверное, уже просмотрели! Если нет — просмотрите! Там есть очень важные особенности — как очистить только кровь или как очистить организм в целом! От вашего поведения в бане зависит результат! Вы очистите только 4-5% объема вашего организма, то есть циркулирующую кровь! Либо вы сможете достать и те шлаки и токсины, которые находятся в синтетканях, в клетках! Там значительно большие объемы! Там значительно больше возможностей для очищения организма! Банчик может вам это правильно обеспечить! Я имею в виду — патагонный эффект регулировать! А от вас задача — правильно к этому подготовиться! И вот эти моменты — их нужно обязательно учитывать! Это условные противопоказания! Да! Противопоказано курить прямо перед баней! Только самоубийцы могут курить в бане между заходом в порную! Даже после бани я бы не советовал курить сразу! Кровь очень густая — вы нагружку на сердце можете резко увеличить! Поэтому здесь нужно просто правильно выполнять определенные движения! Для того чтобы ваше здоровье было лучше! А жить — дольше! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычным подписчиком моих каналов словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео! Как использовать эту информацию применительно к своему здоровью! Я подумаю какие еще детские сказки для детей и взрослых! Описать на своем канале! Чтобы ваша жизнь была и лучше и дольше! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...